Будет ли между ними борьба в Ассабхен? Надежды не будут. О перспективах борьбы, наверное, Дэдди Гавриловна. Точнее, прокомментируют ситуацию. Что же касается Хоркиной, знаешь, видите, вот как была эта женщина для меня, например, совершеннейшая загадка, так и остаётся. Если полгода назад было практически категорично заявлено, что всё, хорош, сколько можно, пожалуйста, Света снова выступает. Она и отменно выступает. Первый результат после квалификации. И вот это уже много-много лет. Она всегда борется. И в какой бы форме замечательной ни была, например, та же Лена Замолочкова, которую вы сейчас видите, исполняющая опорный прыжок со своей шикарной традиционной улыбкой, в какой бы форме ни находились иные конкурентки, будь они из России, Румынии, Китая или Америки, Света всегда с ними будет бороться. Я вообще глубоко убеждён, что турниры по гимнастике со Светланой Хоркиной и без неё, это две разные категории соревнований. Ну, пока, конечно, спортивная гимнастика женская со Светланой Хоркиной, значит, это хорошо, значит, мы её будем смотреть сейчас. Справедливо. Ну, вот сейчас завершила свой прыжок, и мы с вами видим повтор уже неоднократный Елены Замолочковой. Это сальто с двумя винтами, цукахара с двумя винтами. Ну, напоминаю, конечно, она с этим снарядом в очень добрых отношениях. Она чемпионка мира в прыжках, чемпионка Олимпийских игр. И, конечно, она не собирается здесь с ним расстаться, я надеюсь. А плюс использовать его как подспорье для того, чтобы набрать в многоборе соответствующую сумму, которая ей будет достаточна для первого места. Это что касаемо Елены Замолочковой. Сейчас у нас вышла на старт Александра Шевченко. Да, она сделала полтора винта, в отличие от Лены Замолочковой. Это сразу будет прыжок немножко дешевле, как говорится, ну, менее оценен по базовой стоимости. Вот ее тренирует, вернее, указание ей дает Виктор Николаевич Гавриченков. Это заслуженный тренер Советского Союза. Вот рандартфляк и раз винт. Два с половиной, простите, простите, я ее обидела. Это очень мощный прыжок, очень, в смысле, по сложности очень трудный. Так, еще раз проверяем один винт, второй. Так все быстро, что даже моих глаз не хватает. Полтора винт дали, два с половиной. Я очень извиняюсь, сейчас немножко, как говорится, въедем в этот свет темп. Уже было сказано, что Светлана Горкина лидер после квалификации. Далее. Анна Павлова. Да. С вторым результатом отобралась в финал. Наталья Зиганович у нас в третьем. И вот та самая Елена Аношина, которую вы сейчас видите, с четвертой суммой. Карантат, ляг. Такой же прыжок, как сделала Шевченко. У нас сейчас Александра выполнила Елена Аношина. Елена Аношина, ну, еще, вообще девчонки юные, конечно, 88-го года. Даже у нас математика Денис, 88-го года рождения, это где-то 15 лет, да? Кстати, на взрослых помостах гимнастка имеет право выступать, начиная с 15 лет только. Аношина у нас из города Самары. Значит, выступает она за приборский регион. Она уже чемпионка Европы среди юниоров. Ну, а тем временем, арбитры пока только, пока только, вот, наконец, выставили ей оценку. Потому что каждый из судей показал свою сумму скидки. Да-да. База была продемонстрирована раньше, итог даже не дотягивает до 9,8, 600, 650. Знаете ли, это немного, понятный дел. Наталья Зиганчева. Да, ну, это уже более опытная гимнастка, и постарше она, и возрастом она, на 3 года старше Аношиной. Из Санкт-Петербурга, сейчас, Рандат Фляк, ага, и двойной винт. Ну, сразу, наверное, даже вы, зрители, заметили, насколько фаза полёта длиннее, выше и дальше. Это один из самых главных факторов в исполнении прыжка. Потому что надо развить действительно лёгкость, воздушность такую, чтобы зритель вместе с гимнасткой испытывали какое-то ощущение полёта. Тренирует. Да, поистину, золотой полёт, если вы говорили о том, что на прежних Олимпиадах стоило добраться в программе игр до спортивной гимнастики, и Советский Союз мощно ударял по всем конкурентам, в первую очередь, по США, то вот сейчас то, что мы с вами видим, увы, и есть, наверное, единственный шанс выиграть Олимпийское золото в следующем году в Афинах. Потому что вот именно в опорном прыжке позиции российской гимнастики сильны, и сильны не только Замолодчиковой, но ещё и той же Зиганшиной. И Зиганшиной, да, она очень... Это приятно, что такая плотная конкуренция. В финале Кубка мира в Штутбурге они даже разделили первенство в этом виде. Блестяще. Вот тебе, пожалуйста, и Анна Павлова. С таким звонким Анна Павлова, да, с озвучиванием, потому что все хорошо... Да, конечно, ассоциируется, я думаю, с той Анной Павловой, которая вообще прогремела как лучшая танцовщица, я так понимаю, балерина, да? Ну, Анна Павлова очень понравилась. Ну, мне лично, наверное, на чемпионате Европы в Греции, когда она просто так заставила звучать своё имя и фамилию свою, и все её заметили, запомнили, и, конечно, её уже воспринимают как претендентку на что-то такое большое в мировой гимнастике. Ну, весьма, весьма хорошо выполнен прыжок. Как скажем, старт для неё был неплохим. Это Анна Павлова, тренирует её мама Павлова Наталья Евгеньевна и папа Павлов Анатолий Борисович. Это редчайшее явление вообще в гимнастике. Правда, не очень редко, когда мама рядом, но когда и папа, и мама, и дочка, мне думается, прежде всего, это большая ссора должна быть, потому что работа невероятно сложная. И кому-то нравится, кому-то не нравится, но я думаю, тут больше всего должна капризничать в этой ситуации Анны. И как они этот треугольник свой раскручивают, я только могу представлять и догадываться, а результат получается, кстати, очень хорошим. Ну и наша. Вот. Вот и всё тут. Это была фраза по Фрейду. Ну и наша. Да. Ну а что ещё добавить при неё? Вот это наша, да. Только сказано уже, тут никаких репетий. Национальное состояние российской спортивной гимнастики. Не меньше. Вот так вот громко, но это так, это так. И выполнила она этот прыжок, потому что он всегда немного переживательный, так как она, это не её коронка, как бы, да? Ну, она вот сейчас нашли, они вместе с Супкиным Борисом Васильевичем, вот этот, он сложный, такой какой-то каверзный, капризный прыжок, но наверстка, весь свой рост длинный, складывает в этих вращениях и в рубировке, и получается, в общем, довольно неплохо. Вот так вот, вот этого прыжка ей тогда не хватило на Олимпиадских играх. Ну вот цвета, неувидаемый цвет. И она понимает, видишь, у меня такое ощущение, что она особенно не любит болтать о том, она знает свою собственную цель, чего она перед собой поставила. Быть на Олимпиаде, как бы она решила, значит, быть или не быть. Вот мне думается, что распоряжается полностью своей судьбой она сама. Боюсь, за одним единственным исключением, если уместно это сравнение, да, то так же, как закоренел ему курильщику, не в моготу отказаться от этой привычки, Лани Коркиной, просто не в силах, вот пока она, пока она, пока она сильна, и пока у нее вообще есть какой-то интерес, она не в силах отказаться от гимнасти. Ну, и я хочу добавить, что очень хорошая оценка. 9-5, это заявка. 9-5, прыжок Светланы Хоркиной. С этого она стартует в чемпионате России. Так, и сейчас мы с вами, вот первый, видите, как быстро пролетел этот вид, он, правда, очень кратковременный по исполнению, всех претенгенток на первое место мы в этой команде с вами охватили. У нас еще за бортом осталась Людмила Ежова, это несменный член сборной команды, чемпион мира, то есть призер чемпионата мира, да и чемпионка мира. Вот она в данный момент работает на брусьях, пятом, вот я не знаю... И как раз она сейчас и готовится наряд к собственному выступлению. Вы видите в очередной раз сменившую прическу Люду. Ну, она взрослеет, она находит свой имидж, находит свой почерк какой-то во всем и вся. Так что вот если будет у нас возможность увидеть Людмилу Ежова, это будет замечательно. И мы бы ее, может быть, потом, так в будущем и прослеживали, потому что она, естественно, может внести какие-то поправки в расклад мест. Хоть и не зацепилась. На всякий случай, снова и снова повторим, у Людмилы Ежовой нету, скажем так, многоборного честолюбия она и не претендует. Да, но у нее зато два стабильнейших вида. Это вот то самое слово, которое мало кто может про себя сказать. Из наших гимнасток, я имею в виду стабильнейшие. Вот у нее стабильнейшие брусья, стабильнейшее бревно. И бог бы с ними, в общем-то, да, вольными и прыжковыми. Конечно, потому что сегодня такой расклад, такой зачет по регламенту в чемпионате мира, что можно менять на тех или других снарядах наиболее перспективных спортсменов. И она приносит просто невероятный такой заметный вклад в победу команды, когда ее подключают к бревну и к брусьям. А уходит в это время... Я давно не был. Но, правда, сейчас в Румынии кризис. Кризис. Как ни странно, вот мы все сетуем на то, что у нас этих денег нет на гимнастику, да? Да. У них, видите ли, проблема в том, что слишком много их вдруг оказалось. Да. Ну подумай об этом, Людмила Ижова на брусьях на ваших экранах. Давайте. Это ее, можно сказать, коронка. Она девочка такая легковесная, небольшого роста, но хорошо обучена по технике исполненник, что ей гарантирует, как же заменить слово, стабильность, но гарантийность, не сорваться, вот так вот сказать. Вот она как легко вообще виртуозно выполняет эти повороты-стоки и не просто руками переступает, она подпрыгивает и поворачивается на 360 градусов. И вот эти прям незаметные плетения, то оборот вперед, то оборот назад, то перелет. И все это она так быстро заполняет, что получается, в общем, довольно виртуозно. И двойной стальто вперед с поворотом. Вот она ошибка, где она ее поймала. Видно, очень порадовалась за то, что удалось все упражнение и тут как бы уже только к себя скинуть со снаряда и поставить на ноги. А, ну, тут ее и подкачало. Такая вот ошибочка, как Люда сейчас на приземлении топала-топала и так все глубже приседая, она стоит дорого, в районе трех десятых. Для экстра большой оценки это, конечно, страшно большая ошибка. Вот она сделала сальто вперед, ноги врозь. Отмах стойку на кистях и большим оборотом, сейчас посмотрим, с поворотом, ага, на 180. И надо почти стойки на кистях. Вот он, поворот на 360 с прыжком, прям как бы. И сальто боком, углом так, с поворотом на 180. У всех этих сальто есть имена. Дэлчева, Ткачева, но я думаю, и так непонятно будет. Пытаюсь просто сказать, как может быть больше понятно. Вот видите, как переходит на нижнюю жердь. Она не просто переходит, она через почти стойку на кистях, да с поворотом на 180. И так себя сориентировала, что попала точно на нижнюю жердь. Ну здесь вроде... Это условие, обязательное условие или специальное требование менять жерди. Вот она, все гимнасты увлекаются верхней жерди, но обязательно надо показать ряд элементов на нижней жерди. Ну сейчас мы с вами видим концовку, я думаю, вот приземление. Все было, ну прямо скажем, на хорошем уровне. Вот она, оборот вперед, и сальто вперед двойное, с поворотом на 180. Но здесь не показали приземление. Вот, вот, раз, 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 два. Это уже прямо жалобная книга, а не приземление. Жалко. Ну вот сидит судейская коллегия. В очках женщина, это Раиса Тересина, судья международной категории. Она здесь, естественно, главный судья. И рядом с Любой Бурдой они выезжают на все, вот сегодня, ответственные старты. Это два наших ведущих судьи в женской части. Тоже вот, опять же, да, к вопросу о различных сетованиях. Нету, мол, наших представителей в областных гимнастических структурах, да? Да, это уже это вопрос. Жалуемся мы. Пожалуйста, есть же Нелли Ким, которая представляет Белоруссию. Уже вице-президент, она женского технического комитета международного. Уж, наверное, могла бы, что называется, по старой памяти. Ну, она, в общем, по-моему, нормально к нам относится. И всю разведку... Не помогает, все равно проигрываем румынку. Нет, ну, Денис, ну, невозможно. Тебе даже Титов так ответил. Я просто, извините, следила за Миллер. Это очень хороший, тонкий гимнастик из Санкт-Петербурга, который... Тут были некоторые проблемы, она не выступала в период. Сейчас я очень рада, что она вышла на старт. Элегантная девочка, она выступала на чемпионате Европы в Греции. Тоже зарекомендовала себя как очень перспективной гимнасткой. А теперь продолжу по поводу Нелли Ким. Нелли Ким, ну, мы буквально все же были родные и близкие, как говорится, в том Большом Советском Союзе. Поэтому и до сих пор мы ее встречаем. Но она непосредственно не судит. Она вице-президент, она в лучшем случае может быть главным на том-любом снаряде. Ну, как-то вообще, мы же боремся с объективностью. Даже такие моменты, нюансы неудобны по телевизору рассказывать. Но врагом она для нас не является. Тоже уже неплохо. Может быть, потому что Беларусь не является для нас конкурентом. Это очень важное замечание. Вот была бы Беларусь, например, опять же, с нами вот так вот тягалась, то и тут трудно было бы вообще говорить о помощи. Вы видите, то, как приближается к концу первый раунд соревнований прыгуньи свое уже давно отработали. Во-первых, прыгунь давно отработали. Во-вторых, брусь и задержанный снаряд. Мы уже не один раз объясняли, что требуется большой подготовки для каждой гимнастки. Поэтому тут затягивает. Ну и вольные упражнения что-то еще пока идет полностью. Потому что упражнение длится не менее, чем одну минуту и до минуты двадцати. Ну, а на этих самых вольных, видите, Марию Крючкову видели какое-то время. Ну, а брусья к упражнению готовится, наверное... Готовит Александра Шевченко. Ну, это уже подошли на следующие. Это уже, что называется, впрок. Это они просто пораньше нелегально, прямо скажем. Потому что на чемпионатах мира вот такое опробование не разрешают. И вот возникла таким образом некая пауза в показе, собственно, гимнастики. И у меня сразу вопрос. Итак, Хоркина не бросила гимнастики. Нет, нет, Дениса, не было такого категорического заявления. В связи с этим вопрос очень простой. Извините, Денис, пока показывает Виктор Николаевич Гавриченков и маму Анны Павлова, которая является ее, Наталья Павлова, которая является тренером этой ведущей девочки на сегодняшний момент. Ну, так вот, при всем том, что у нас есть и Павлова, и Зиганшина, и Замолочикова, само собой, и Ежова, и Лобожнюк, которая, ну, наверное, наконец скоро уже войдет в строй, что называется, полностью, да? Ну, старается, она старается, да. И вот, вот, все эти девушки вновь оказываются за спиной у Светланы Хоркиной. Во-первых, оказываются или нет, на ваш взгляд, они за спиной у нее все-таки или нет? Оказываются справедливо. Или уже обошли? Они совершенно справедливо, ты высказался, оказываются за спиной Светланы Хоркиной. Но это не значит, что они не пытаются ей составлять конкуренцию. Так вот, это вот полезно, то, что вот они знают, что вот есть Хоркина, и поэтому по определению ее будут судить за ее вот многолетнее служение. Не только просто гимнастики, а имиджу гимнастики, да? Вот ее будут судить хорошо, а нас уже, мол... Нет, Денис, такой постановки не может вопроса быть в отношении судейства. Судья обязан, невзирая на имена, на всякое разное, судить объективно, верно, честно. Это как положено. Ну, конечно, не всегда так получается. Ну, да, кто-то и белый. Но вот это выражение, что мы с тобой сначала, ты хорошо высказался, что вся эта перспективная молодежь оказывается за спиной у Хоркиной, я думаю, это их на сегодняшний момент даже устраивает, потому что она у них ведущая, и она им зарабатывает. Она им тоже зарабатывает имя. Они находятся в фирменной команде под капитаном Хоркиной. Это первое. Второе. Никто им не закрывает ворота. Дерись, в смысле, в спортивном плане, выполняя все то, что ты умеешь. И, в общем-то, уже бывает иногда, что оценку получает какая-то следующая девочка и выше, чем Светлана Хоркина. Это хорошая спортивная конкуренция. Но роль Хоркиной в сегодняшнем положении дел в женской гимнастике унизить или как-нибудь там снизить невозможно, потому что она во всех отношениях играет сумасшедшую роль. Хотя бы только тем, что она еще живет с ними в одной команде и на каком уровне. Ну, а учитывая то, что соперничь ей не только с нашими, но еще и с румынками, китаянками, американками, подлинами Нидерландов и так далее, перспективы этого соперничества, как вы оцениваете? Уже ведь на Сиднейской Олимпиаде специалисты заявляли, что программа Хоркиной не столь сложна, как надо было бы. Так ведь и еще четыре года миновало. Да, конечно, Денис, все сложнее и сложнее. Мы уже не один раз тоже говорили о том, что завоевать первое место на любых соревнованиях очень трудно, а удержать еще труднее. А теперь, если касаемо Хоркиной, она уже столько на арене и столько в первых номерах. Как-то вот так создан человек, что всегда хотят все-таки смены, чего-то новенького, не взирая на то, что поклонники ее, по-моему, не убавляются и болеют за нее, но и не против той сенсации, если кто-то станет лучшим. Это только сложнее Светлане в этой ситуации, только сложнее. Но вы знаете, что, конечно, она не хочет сдаваться и правильно делает, но ей будет очень нелегко, вспоминая всех-всех конкурентов, которых мы с вами наблюдаем в женской части. Это и румыны, это и американки. Но это будет борьба за медаль в многоборье, на ваш взгляд? Вот в многоборье я затрудняюсь. Или это будет борьба за собственный имидж, за собственную репутацию и так далее? Это если про Свету конкретно? Да, совершенно верно. Я думаю, она будет бороться в многоборье, потому что она неудовлетворена или неудовлетворена ушла с Сиднейской Олимпиады. Она, конечно, считает, что несправедливое положение дела оказалось в Сиднее. Вот. И она постарается. Спасибо, Лидия Гаврииловна. Мы еще к этому не раз вернемся, поскольку Светлану будем показывать сейчас. А вот несколько секунд назад на экранах была очень интересная компания людей. Ну, Аркаева все его прекрасно. Знаете, я имею в виду тех, кто гимнастик смотрит регулярно, и вряд ли вам столь же хорошо знакомы были два других лица. Это были Джон Аткинсон, ни много ни мало президент Федерации спортивной гимнастики Великобритании. Да. Его жена, Вера Аткинсон Маринова, или Вера Маринова Аткинсон, если угодно, которая сейчас поддана Ее Величеству, а некогда была гражданкой Болгарии. И занималась она художественной гимнастикой. Долгое время на болгарском телевидении вела репортажи именно с художественно-гимнастических турниров. Но вот вышла замуж за британца. Между прочим, Джон добивался ее руки, она говорила мне, 15 лет, кажется. Ну, настойчивый. Настойчивый, да. Вне всяких сомнений. Он и во всех делах настойчивый. И вот ввиду того, что он так занимается спортивной гимнастикой, она переключилась на это дело. И она не последний человек в Международной Федерации. Более того, она один из руководителей того подразделения, которое, собственно, осуществляет и проводит турниры Кубка Мира. Так вот, в Москве не были 15 лет. Последний раз. То есть Джон-то и вовсе не был, по-моему. Нет, с Олимпиады 80-го года. Я его как-то периодически вижу. Вот жена его, да. В любом случае, Вера не была 15 лет. Она сказала, что она не узнала этот город. Не узнала. Да. Приятный комплимент. Приятный комплимент. Они не случайно сидят рядом с Аркаевым. Это идёт некий... Ну, какие-то необходимые разговоры о проведении... Некий мониторинг ведущих Федерации спортивной гимнастики в мире. Вот они и мониторят. Мониторят. Очень приятно видеть столь... Как сказать, маститых гостей на этом турнире. Маститых специалистов в этом мировой гимнастике. Аткинсон, он очень заветная персона. Очень заметная. И столько-столько лет. И начинал-то он, в общем-то, с простого тренера, которому помогали мы, советские тренеры, советские гимнастки. Мы выступали в него, тренировались в зале. И он как-то так тихо-тихо, но дошёл вот до уровня уже именитого специалиста и уважаемого специалиста, тренера из Великобритании. И вот они вместе с нами будут смотреть за тем, как вот эта самая лидерская команда будет в следующем раунде исполнять упражнения на брусьях. Да, брусьях... Много-много лет всем было прекрасно известно этот сценарий от Светланы Хоркиной. Можно, конечно, пробовать, пытаться его тоже учить, но это будет борьбой за второе место. Первое, по определению, достаёт Светлане Хоркиной. Доставалось, поскольку мы наблюдали в прямом эфире спортивного канала этого брусья, как с этим, увы, пришлось вот с этой неизбежностью прекратить на чемпионате мира в Венгрии, в Дебринсене в октябре прошлого года. Света проиграла свой корённый снаряд. Изменила ли она программу? И вообще, изменила ли она, собственно, подход к этому делу? По-прежнему ли она... Сильна. Сильна на этом. Вопрос, по-прежнему ли она в жанре только выиграть на брусьях. Вот всё это можно будет, конечно, узнать и в интервью, но увидеть доведётся гораздо раньше. Прямо буквально сейчас. Да, на брусьях Света будет предпоследней. Первый на этом снаряде выступит Александра Шевченко. Ну, брусья, я хотела сказать, это, конечно, очень сложный вид многоборья, потому что, если мы с вами наблюдали прыжок... Лидия говорила, много лет я слышу вот это вот выражение. Трудно. Это вот брусья сложный вид многоборья, бревно сложный вид многоборья. Неужели есть простые виды? Ну, правильно, правильно. Заметил? Ну, брусья, понимаешь, если, наверное, на вольных можно грации победить, или здесь, там, на прыжках за счёт прыгучести, то на брусьях тут уже надо всё в одну кучу собрать. И силу, и ловкость, и виртуозность, и технику, и нервы. Вот это всё здесь. Потому что здесь это вот там, как я повображала, на вольных чуть-чуть какие-то беды прикрыл вроде бы, да? Или уж за счёт того, что у тебя толкачи хорошие, это ноги прыгучие, ты прыгнул, как у Замолодчикова, и особо не задумывается. Она, знаешь, она там неплохая. Вот. А на брусьях уже Замолодчикова себя совсем так вольготно не чувствует. Поэтому она трудная. Ну, и вообще правильное замечание, что все трудные. Так что же всё-таки более рискованный снаряд для вот... Всех. Ха, хорошо. Все рискованные, все трудные. Это вообще вид спорта такой. Такой. И всё-таки, когда вы больше трепещете, когда наши выступают на брусьях или на бревне? И даже на вольных, и на прыжках. Ты знаешь... Это, пожалуй, квинтэцент. Нет, это правда. Потому что, во-первых, у каждой гимнастки подспудно есть свой любимый, нелюбимый снаряд. И даже на любимом снаряде... Хорошо, ты сейчас про свет очень хорошо рассказывал. На брусьях. Тоже иногда срывается, да? Вот Борис Васильевич показывает, собственно... Ну, этот союз, конечно, непобедимый. Да, он уже просто пособие, методическое пособие для всех спортсменов, для жизни в спорте. Итак, разминка завершена. Наконец-то. Да. Александра Шевченко. Я имею в виду, разминку на брусьях. Ну, конечно. На других снарядах уже начались выступления. Соревнования даже, да. Ну, мы уже знаем, что Шевченко из Санкт-Петербурга. Тренируются Гавриченкова и у Семёновой, и Маргариты Константиновны. О, какой интересный был переход с перелётом просто. Нет, Гавриченков всегда творит. Он не может стоять на месте. Опять, причём назад, поворот на 360 она сделала. Ещё очень сложная программа. Но сразу видны такие огрехи в исполнительском мастерстве. По элементам очень сложно, а чистоты ещё нет. Той, которая нужна для высшей оценки. Вот всё. Вот это Александра Шевченко показала нам, из чего может состоять мастерская программа на брусьях. Это обязательно сальтовые элементы, обязательно стойки, в стойках повороты, обязательно перелёты, и совсем обязательно закончить сложным соскоком. А сложный соскок уже, сами понимаете, уже и дыхание не то, уже не на том свежем состоянии, а соскок-то, как мы все с вами замечаем, не меньше двойного сальта выполняется. И вот даже это Александра Шевченко сейчас сделала двойной сальт вперёд, каверный, очень капризный соскок такой. Приземление абсолютно не видно. Мастерская вращается вперёд и не видит, как сбалансировать на приземлении. Только чистый тренировочный. Вот этим большим количеством повторений может быть ищется пол. Ну, вероятно, как и в любом деле, тут важно не переборщить, я имею в виду, с количеством повторов. Потому что вот, например, Анне Ковалёвой давал чудовищную нагрузку, рассказывал об этом в публикациях, и, увы... Хорошо. Попробую объяснить это. Всё-таки педагог в школе, в классе всем одинаково объясняет. Есть два отличника, четыре хорошиста, а все остальные не удовлетворительные. Всё-таки данные, качество, способности, или талант, не знаю, как объяснить, у кого чего больше. Но Анна Ковалёва никогда не относилась к суперталантливой гимнастке. И, может быть, за счёт вот этого юного трудолюбия она ещё показала ряд успешных поступлений. Вроде даже себя зарекомендовала неплохо. Но точно так же быстро слетела, правда? Мы её больше не видели. Так что вот такое голое повторение, оно не обеспечит успеха. Вот тут ум, находчивость тренера, педагога, как это уметь подготовить, правильно подвести к старту. Елена Аношина, далее на брусьях. И уже начала упражнение. Вот и всё. Вот Елена Аношина начала и тут же почти до дядя-то... Жаль. Хотелось увидеть, как все пройдут этот снаряд без срывов. Без падения бы, да. Желаем. Мы всем вообще спортсменкам и спортсменам всем желаем, конечно, этого успеха. И она представительница Приволжского региона, из Чувашии, из замечательного города Чебоксары, о котором я говорю всегда в положительной степени, так как там отношения прекрасные. И тренер у него, молодая Фомкина Татьяна, которая сейчас вот уже сошла как в помосте тренер. Я видела, она её страховала, мостик убирала, расстроенная, безусловно. Девочка, посмотрите, какая хорошая по данным. Она 88-го года рождения, так что будем рассчитывать, что у неё вся активнастика ещё впереди. И сильно расстраиваться не надо. Уже большой успех, что она на чемпионате России попала в ведущую команду. Это немалый успех. Ну и ещё раз мы поблагодарим за эту девочку, тренера Фомкину Татьяну и Платону Светлану. Ну, я уже вам говорила, по-моему, о том, что она выступала на чемпионате Европы юниорской и уже является в командном перенесе чемпионкой Европы. Вот это была Аношина Анна, то есть Аношина Елена, которая 88-го года, но уже мастер спорта международного класса. Вот. А после неё... Сейчас её на повторе показывают. Видите, как они вроде слегка подхлёстывают снизу, даже подгибают ноги. Вот в этой плоскости очень видно вот эту вот грязь. И пируэт задняя, то есть двойное сальто с пируэтом, она выполняет со скоб. Вот Гаврященков Ютро Николаевич. Скольких девочек он уже вывел на помост, и скольких на самый высокий помост. Сколько он перенервничал на... Ну, как любой ведущий тренер. Тот тренер, который подготовил спортсмена высокого класса. Я думаю, это не только в нашем виде спорта. И трудно сказать, где больше переживается, когда ты будучи сам активным спортсменом или когда ты в роли тренера. Вот Наташа Зиганшина. Держись. Ну вот так молодцом, Наташа Зиганшина. Наташа молодцом. Во-первых, она сделала трудную программу от начала до конца. Но видели небольшие ошибки в последней части упражнения, когда она разводила ножки, немножко подсгибала, разброс ног был в группировке. Но это будем назвать мелкие ошибки. А по большому счету она провела комбинацию хорошо и с насыщением таких сложных элементов. Вот нам показывают Людмилу Ежову на бревне. Напоминаем, это второй ее снаряд. Мы уже говорили о том, что она на двух снарядах просто себя свободно и хорошо ощущает. А уж бревно-то, на котором все дрожат, она как-то его довольно успешно всегда почти проделывает. Она чемпионка России неоднократной в этом виде, она чемпионка Европы. И, в общем, девочка уже с большими-большими регалиями. Такое ощущение, она даже и забывает о том, что она работает на бревне. Вот этот прыжок со сменой ног в шпагате. И это серия называется прыжков, потому что она сразу выполнила прыжок с вращением, с поворотом на 360. Вот фляг назад, стойка на кистях, с поворотом на 180. Еще раз фляг поперек с поворотом. Вот эти все крючки такие вот загогулины. Это очень такие сложные, каверзные элементы, а она спокойно, без всякого так особого напряжения. Создается впечатление такое, что она этим владеет довольно легко. Ну что ж, ну при приземлении была ошибка, это уже мы все с вами грамотные. А так она провела комбинацию довольно успешно. Я еще раз хочу напомнить, что здесь по российским правилам предъявляются особые требования, особые требования в исполнении одиночных таких элементов высокой трудности. Вот как с этой точки зрения ее расценят программу, вот здесь вот Сережина, и как говорится, сейчас там изощряется, высчитывает, просчитывает. Так, и у нас сейчас Павлова Анна на брусьях. Павлова Анна на брусьях. Молодец. Вот сейчас, Денис, тот монолог твой по поводу Хоркиной оценки и как выступает молодежь, вот мы сейчас будем с вами иметь счастье наблюдать. Анна Павлова, в общем, довольно успешно сделала. Сейчас, я думаю, может быть ее в повторе будет показывать, а тогда вдохну и полегче будет комментировать. Первый раз я, в общем, честно вам искренне скажу, что мне хотелось, чтобы девочка выполнила от начала до конца упражнения. Ну, как-то хочется. Мы тем более обещали, Денис, вам, что женская часть будет гораздо интереснее. Она действительно интереснее. Вот как хорошо показывает нам вот эти повороты. Вот посмотрите, как вокруг одной руки, да еще она стояла в обратном хвате, вот не в таком естественном, абсолютно вытянутые ноги. Вот сальто вперед, ноги в рост. И вот сейчас перелет, по-моему, она будет делать. С такой высоты она переходит. Сейчас посмотрим. Видите, как руки вытянула и спланировала себя на нижнюю жерсть. И все это так очень элегантно. Вот мы с вами вместе смотрели ежовую, объявили оценкой 9,4 десятых. Для бревна это весьма хорошая оценка. Я не без интереса ждала об оценке Анны Павловой, пока мы... И вот смотрите, она со сколько, какой делает? Два сальто прогнувшись. Вот сейчас она выходит уже. Подхлестывает себе. Раз сальто, два сальто. И приземление. Я все время объясняю, что прямым телом расстояние-то не очень... Разогнаться здесь нет особой возможности, как у ребят на перекладине там размашиваться. Правда? Полегче. Так, вот я вижу уже оценку Анны Павловой. 9,475. Тоже хорошая оценка. Тоже хорошая оценка. А сейчас Светлана Хоркина. Замираем и смотрим. Потому что все ее в состоянии отсудить. Абсолютно все. Светлана Хоркина. Молодец. Просто молодец. Вы знаете, что я тут все могу ей поставить в данной ситуации. Во всех случаях была бы у права как судья. Объясняю, почему. Первое. Я бы ее поддержала морально, потому что это... Ну, не больно она заслуживает уважения. И плюс она все это сделала. Были огрехи. Сейчас посмотрим, будет нам повторять или нет. Были огрехи такие, что она, хотел сказать, в былой молодости абсолютно точно стойках повороты все совершала. Сейчас везде чуть-чуть были и маленькие недоходы такие, да, абсолютные вертикали. Вот. Но. Просто умница. Просто умница. Ну, вот вроде как все спокойно идет. Вот сейчас еще. Ну, здесь это штальдер такой закладывается и выход стойку на кистях. Поворот на 180. Еще раз 180. И еще вот как. Еще 360 вокруг одной руки. Это супер-Е уже. это значит очень сложно. Но вы помните о том, что она высокого роста гимнастка и ей надо уместиться между этими двумя жердями и сохранить амплитуду движения. Думаю, амплитуда всем понятна. Это чем шире, выше, дальше будет красивее, лучше. И потом она легкая очень по по фигуре, по манере исполнения, поэтому на нее всегда смотреть приятно, легко и не замечаешь, что это какой-то труд. Вот она все эти перелеты сальто все сделала довольно... Вот, 9,55. Вот она 75 сотых отвоевала. Опа, все, Замолочковой нет. Ну, Замолочковой, я должна вам все-таки еще раз напомнить, у нее буквально вот травма недавно была. Конечно, сразу это очень сбивает. Плюс снаряд не ее. Хоть она на нем удивительно много работает и отрабатывает, и, как она мне рассказывала, сама рядом со Светланой Хоркиной во время тренировок, когда находится на этом же именно снаряде, потому что в зале находится несколько брусьев, но именно там, где Света работает. В общем, ее желание огромное дружить с этим видом. Ну, видите, как... Вот уже сейчас с перестраховкой она аж на согнутые руки перелетела, поэтому разогнут трудно было ей снова в эти движения. Вот, уже сальто вперед, ноги вврозь, повороты. Ну, мы с вами уже в состоянии сравнить, честно, да? Что такое вот... Ей надо... Видно некоторая беда вот в коленях, в носочках. Как шнурочек вытянуться прямо в ниточку надо, чтобы быть абсолютно чистой и требовать большой отсеки. Ну, а что касается всяких сальто, это от Лидии у Копейчика, она это запросто. Вот она великолепно выполнила соскок, великолепно. Да, но настроение, конечно, у нее сразу изменилось, и, естественно, темп нагнетания борьбы за первое место тоже пропал, потому что здесь таких сюрпризов, во-первых, четыре снаряда, если такую допускает оценку, уже негде нагнать. Это значит уже как бы обреченность. Жалко, Леночка, жалко, потому что очень хорошая. По всем компонентам. Она добрая, милая, внимательная, очень дисциплинированная по отношению к нагрузкам, к тренировкам, и слово тренера для нее закон, что немаловажно в нашем виде спорта. Ну, а вот, скажем, рискнули бы вы подтверждать вот уже сейчас, Ленка Гавриловна, что вот эта пара, тренер Надежда Маскникова и гимнастка Эленка Плодчикова, это великий спортивно-тренерский дуэт. Знаете, как таковым считали Владислава Растороскова и Людмила Туриевича, и еще есть ряд примеров далеко не только из гимнастики. В гимнастике, да. Я слово великое, может быть, не лаба, но во всяком случае это уже такие примеры. Мы сейчас только с тобой отметили Хоркину с Пилкиным, да, вот он уже заслужил более такого первого места, потому что стаж побольше хотя бы потому, да. Нет, это не вызывает вопросов. Да, вопрос нет. Лена Надежды Масленниковой удивительно, потому что, ну, хотел сказать, оба молоды, обе молоды, но и, конечно, Надежда Масленникова не такого уважаемого возраста, как Борис Васильевич Пилкин, и при этом я хочу отметить, что хватает у нее умения, такта или какого-то, я не знаю, гибкости какой-то сохранять хорошее отношение со своей подопечной. Спасибо. Пожалуйста. Между тем, завершен второй раунд вот этой самой сильнейшей командой, да, собственно, и все, что осталось не сделанным в этом раунде, это исполнение Лейлой Груздевой вольных упражнений. Вот, собственно, в данную минуту больше показывать нечего. Я посмотрю. Мало того, что снаряд закончен, уже закончена половина программы. Вот после первого вида многоборья мы с вами имеем возможность видеть. И Хоркина сохранила свою первую строчку, потому что она получила на брусик, я вам напоминаю, 9.55. Так что развивается борьба, но сейчас я вам, милые друзья, напоминаю, что мы подходим с ведущей командой к бредну. Но, правда, Ежова, которая конкурирует с этой самой ведущей командой, и то, кстати, хоть не очень, чтобы конкурирует, она идет на свой неравинный вид. Она уже прошла свой любимый вид, Ежова. Вот я хотела бы вернуться к мужской части, потому что после того, как у нас была возможность прерваться, отдохнуть немножко, я побеседовала с тренером Батаренко, Алфосовым, Валерием. Я говорю, в чем дело? Почему так? Просто уже отчаяние. И я считаю необходимо обязательно вам поклонники гимнастики сообщить. Он так сказал, когда он выступал за командный перец, где он оказался первым, он там сделал такую гратильную программу, на которую трудно было свалиться, хоть все равно падал, я видела. Я была на мужских тренажах. А сегодня я, говорит, предупреждал, ну, к сожалению, этого предупреждения не слышала, я, говорит, предупреждал, что мы сегодня включаем все, как потребовал Аркаев. Вот как раз это тот момент, о котором я, в общем-то, в общем плане говорила, что вполне вероятно, что много сегодня было падения потому, что ребята включали новые элементы, которые еще не дотренированы до вот этого бесконечного точного исполнения, стабильности, так называемые, не доведены. Вот. Видимо, мы... И он объяснил этим, что ничего удивительного, он такой легкий, свободный, я говорю, интересно, я говорю, ничего удивительного, мы тут, понимаешь ли, кулаки держим за него, переживаем, губы кусаем, а у него ничего удивительного. Но еще... Я тоже пообщался с Алфосовым. И тоже в перерыв. И тоже на предмет того, сколько можно падать. Ну, в общем, все то же самое, единственное, что я добавлю. Да-да. Вот на данный момент у Бондаренко, по словам Алфосова, вот его программа состоит только из того, что стоит 10 баллов базы. Ну, это хорошо оказалось. Я понимаю. То есть Бондаренко входит в число тех пяти, может быть, а то и четырех гимнастов мира, гипотетически способных набрать 60 очков. Да-да-да-да-да. Понимаю. Понимаю, это да. Ну, максимальный удар. Вот да, вот да. Ну, я не знаю, конечно, это блестяще, будем рассчитывать на эту перспективу и успокаивать будем и себя, и болельщиков, и тренера, и гимнаста. Но тут палка о двух концах. Можно вот побороться за включение вот этих сложных элементов, а психологически оставить у себя вот там подкоркой, что падаю, падаю, падаю. Это был второй аспект беседы. Так. И по этому поводу тоже. Ну, вот так. Кое-какие мысли у этого дуэта тренер-спортсмен тоже существуют. Желаю им успехов всяческих. Конечно, конечно. И в смысле достижения какой-то психологической устойчивости. Сильнейшая команда, как вы видите, на брусьях разминается. Ой, не на брусьях, простите, на бревне, конечно. Денис, а я вспомнила, что существует такая номинация, я, к сожалению, не очень помню, как она называется, но я почему-то знаю, что как перспективная спортсменка года была названа Анна Павлова, за которым мы сегодня следим. И вручала ей этот приз Ларису Семеновну. Все очень так символично, и я знаю, что это Лариса мне конкретно рассказывала, и она ей, конечно, нашептала, наговорила добрый слог, пожелала ей успешных выступлений. Так что, не только мы вот с вами говорим, что она действительно заметная гимнастка, но ее уже отметила и общество с российской, и спортивной общественности. И это дополнительная ответственность на плечах это юная гимнастка, которая у нас всего-навсего 87-го года рождения. Ей 16 лет будет, или есть. Вот каком месяце, смотря, она родилась, так как? В рывне была Форкина. Ну, пока идет все разница. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Знаете, как я говорила, в Дебрэцене, в Венгрии, в октябре, на Чемпионате мира, Светланова, что полагает, мне показалось все-таки потухшим совершенно взором. У вас, вот у вас, не сложилось ли такое ощущение? Мы с тобой наблюдали вот такое впечатление, что вроде бы как уже, наверное, надо расставаться. Может быть, это читалось, потому что не очень все получалось, обеда на судейский аппарат. Это все естественно, когда уже не идешь перед ним. Но Светлана, оказывается, все-таки не слабого набора, как говорится, поэтому она сделала определенные себе, видно, внутренние выводы, задачи. И вот мы сегодня видим Светлану другую. Другую. То есть это уже все-таки гимнастка Хоркина с вернувшимся к ней блеском в глазах, да? Да, 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 да. Нет, я думаю, что она, может быть, там некоторые респонденты или вообще СМИ вот все, ой, ну, Хоркина заканчивается, наверное, все, и уже еще архиткой стало. Ну, много-много мы так его по этому поводу слышим, наблюдаем. Но, наверное, недооценивают характер. Удивительно мощный, сильный характер этой хрупкой, хрупкой, худенькой такой вот хорошей девочкой. Ну, все, гон прозвучал, соревнования начались, и первые на бревне... Алло, 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 Елена Нож. Да. Вот она уже на бревне у нас, то есть на брусик упала. Посмотрим, как иногда так выключается, спортсмены потом довольно легко проводят свои вступления. Вот эта связка такая камерная, здесь эти боковые сальто, конечно, очень неловкие для бревна, неудобные для бревна. Так вот, жена там хорошо для димана, где у нее вкус рост не очень высокий, но пропорции хорошие, длинные ноги, смотрительная такая девочка. Вот она сделала такую акробатическую серию, сальто вперед и два назад. прекрасный прыжок, только пауза. Вот это пауза, уже ее представить как на гимнастическую серию нельзя. Вот это все, вот эти подготовки, конечно, стоит готовиться, все равно подготовка является ошибкой, такая длительная подготовка, но сделала она сальто вперед, или так, сальто назад, пару раз на 180, а проще сказать пауза. Гимнастический твист такой есть вот. Ну все, она надышалась, надрожала, надышалась, надышалась, и двойной сальто со скоб с ошибкой в полторы десятых. Продолжение следует... Вот это очень сложно с поворотом и снова сделать перевод вперед и остаться на бревне все это сложное. Сальто боком это трудная связка. Вот я понимаю, что сегодня в российских правилах поощряются именно вот такие сложные элементы. Пока девочки или те же гимнасты, мальчики наработают эти сложные элементы отдельно, это будет уже дополнительная возможность в будущем их соединить даже с более простыми элементами, все равно это будет преимущество перед другими гимнастами. Что-то ей там медицина что-то помогает, там пальчик или что-то она может быть поткнулась, так бывает немножко вышибается. Но рядом тренер. Ну вот Деганшина Наташа, которую мы тоже имели с вами возможность видеть на этапе Кубка мира, к сожалению, она выполняя вольные упражнения получила травму, пленостопы, и очень переживали, и она оттуда уезжала в гифте. Вот видите, какая зила воли у этих юных девчонок, и зила воли, и педагогическое умение тренера. Вот сумели они это все провести, почти не снижаясь нагрузки, с травмой она продолжала тренироваться, конечно, щадя ногу, а все остальное, как говорится, все, что не касаемо ног, она в грузе выполняла как-то физическую подготовку. Вот, к сожалению, все упало, и это уже беда по большому счету. И Деганшин она была у нас после первого снаряда пятый, а сейчас она, она, конечно, еще больше отвалится. Жаль, жаль эту девочку. Ну, это серия таких мелких прыжков. Все умеет делать, ведь все неплохо, готово. Ну, конечно, все-таки это представительство Ленинградской школы или города Санкт-Петербург тоже очень с большими традициями, потому что там, я не знаю, уже с давних времен всегда есть кому-то учить, выучить хорошего спортсмена. Достаточно напомнить такие имена, как Тамара Манина, как Александр Десятин, как Ложкины, там Лена Давыдова, Лена Наймушна, я боюсь сейчас кого-либо пропустить и не хочу не обидеть ни одного. Самое главное, что прекрасная школа тренерская и отсюда прекрасные гимнасты. Им бы только помогать и создавать условия. Ну, у них тоже там не шикарные возможности. хотелось бы как-то обратить внимание мэра города Яковлева, который, конечно, должен любить спорт и помогать, особенно вот этим девочкам и мальчикам, которые так трудятся. Их труд может просто явиться уроком для подрастающего поколения в любом другом виде спорта. И я вам скажу, что гимнастическая подготовка, она во многих видах является базовой подготовкой. Очень много наших гимнастов уходит в акробатику, вот этот лыжный спорт, вот этот акробатический лыжный спорт. Прошли в шестом. Это все, все наши. Наши, как говорится, начинающие у нас гимнасты, которые добивались так, разряда мастера или кандидата в мастера. И вот с этой мощной базовой подготовкой физической, они покоряли уже в других видах довольно высокие, большие высоты. Ну вот уже Ежова пришла на вольное упражнение, упала, я видела. Так, вот это Наташа Деганшина. Она тоже высокая девочка и, конечно, на бревне ей потруднее работать, чем, скажем, тоже Людмиле Ежовой центр тяжести высоко. Вот сколько на двойное сальто. В общем, я хочу сказать, что вот это двойное сальто стало как обязательная программа. Владеют абсолютно все гимнастки, но кто-то чище, точнее, четче, а кому это менее хорошо дается. Ну вот, теперь мы с вами наблюдать будем за Анной Павловой. Тоже у нее неприятные предпосылки, потому что перед ней упала на нашей деганшины. Ага, вот она выполнила маховый сальто и степень и ставя ножку на бревно она сделала боковое сальто. Это сложно, немалая. Всяк порода на 90 градусов и переход следующий ей не удался, потому что она потеряла равновесие. Да, и вот здесь она сделала фляг и планш или то есть сальто назад прогнушить на две ноги. Это опять же уже значительно сложнее, чем сделать это же сальто на одну ногу. Ах ты, ах ты, хотелось сделать прыжок на 360, прыжок углом с поворота на 360, но не до ворот, мало того и потеря равновесия. Вот это все каждый раз ошибка в одну две десятых как минимум. прекрасный прыжок со сменой ног в шпагате. упражнение на грузе Светлана Клипкина. Северо-запад в шпагате. Ах ты, это подружина. Спокойно тебя и выйти на финишную прямую. Ронда от фляг и два с половиной. северо-запад 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 сейчас еще раз посмотрим. Немножко она, конечно, расстроена, потому что я просто знаю, сколько раз они это повторяют упражнение на бревне. Они встают с бревном, как говорится, и уходят спать отдыхать на бревне. Но вот что такое нервы? Вот это ее мама, как раз Наталья Павлова рядом с ней сейчас. И чего-то она, естественно, недовольна, потому что вполне она могла сделать более четкое упражнение, меньше допустить ошибочек. Ошибки такие небольшие, но все-таки были. А угроженной вверх легла в корни с этим. Судьи долго не выводят оценку, потому что я хочу вам сказать, что когда гимнастка выполняет претендуя на серию, а допускает некоторые паузы, тут можно расхождение быть у судьи. Одни зачитали, другие не зачли ту или другую связку. А все это сходится к главному судье на виде. И приходится подводить, как говорится, к общему знаменателю мнение всех шестерых судей. Вот сальто на татрах. Да, ну, на недоворот такое значительное показало. Вот это как раз та судейская бригада, которая никак не может решить задачку. Как бы уже дали команду для выполнения Светланы Хоркиной. А на табло вот сзади номер 37 это номер Анны Павловой пока еще оценку не от приятнее. Началась Светлана Хоркина. Светлана Хоркина. Продолжение следует... 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 что команда Санкт-Петербурга вчера выиграла первое место на чемпионате России в командном первенстве. Именно вот, я бы так сказала, за счет того, что здесь вот такие есть ровные, сильные, хорошо подготовленные дипломатики, как Наташа Дегазушина, Александр Шевченко, Миллер Полина, конечно, это уже такое ведущее звено. И они 25 тысячных, то есть за той 25 тысячных они выиграли всего-навсего у команды Приволжского региона, за которой выступала Светлана Хоркина, и там же была ее сестренка Юля Хоркина. В общем, для них была радость невероятная, а для других прям буквально слезы. Потому что до последнего снаряда впереди были гимнасты при Волжье, ой, по Волжье. Я оговорилась, не по Волжье, конечно, от центрального округа. Очень отчаянно, Александра. Управление работе готовится, Екатерина Петрова, Москва. Вот это значительно смелее девочка ведет свою комбинацию. Она так размашется, отчаянно, не готовясь почти. Ага, неприятный прыжок с поворотом на 360, да еще, походу, она пыталась развести ноги в шпагат. На бревне выполнить такой прыжок далеко не легко. Угу. Ну вот и закончился третий дед на габоре. И мы переходим к заключительному снаряду. У этой ведущей команды будут вольные упражнения. Как говорится, это венец гимнастического выступления. И с вами чуть-чуть подождем, как разложились девочки после третьего вида многоборья. Все, минут через 10-12 или там 15 максимум, мы будем знать, кто чемпионка России в многоборье среди девочек. И мы переходим к заключительному снаряду. И, конечно, нам интересно, помните, чемпионам России в предыдущих лет. 93-й годы, реклама Оргина, 1-й. 94-й годы, длинный червова, 2-й. И пикиния, принесо, 1-й. 95-й годы, реклама Оргина, 1-й. Девочки, 96-й. Ну, сейчас они выведут оценку Александрия Шевченко. И мы можем спокойно уже наблюдать за вольными упражнениями, на которых уже идет разминка трехминутная, по 30 секунд на каждую гимнастку. И, ну, что я хочу сказать. Конечно, казалось бы, когда плевно проходит, гимнастка вздыхает, как правило. Ну, уж вольные упражнения, в общем, как говорится, всегда сделаем. Но не тут-то было. Здесь тоже, к сожалению, до такой степени сложная стала акробатика, что не каждый может гарантировать успех, такое успешное исполнение ее. Поэтому вот в мое время я уже бы сказала точно, если прошел бревно, то уже, если у тебя там... Практически ты уже знаешь, что ты можешь сделать. И если ты была первой, ты останешься первой. Сейчас я, к сожалению, этого сказать не могу. Тем более на первом месте сейчас Светлана Хоркина с небольшим. Ну, таким для многоборья, конечно, он уже значительный отрыв. Но ей надо будет сделать от начала до конца свои вольные упражнения, в которых она шикарна, хороша, красива, хореографична, эмоциональна. И знает себе цену, как я выражаюсь. Но при всем том, надо справиться со всей акробатикой, которую выполнить надо еще не один раз. Минимум как три линии акробатические. А вот, например, такая, как Зиганшина или Павлова. А им акробатика полегче. Или, нет, тут надо сначала начать, конечно, с Лены Замолочковой. О которой просто я всегда выражаюсь как фейерверк. Акробатический какой-то совершенно неудержимый каскад этих всех вертушек, поворотов. Только она одна успеет так прочитывать из себя в мозгах это все. Быстро приходить на ноги и не вздыхая, по-моему, лететь на следующую акробатическую линию. Вот сегодня, вот сейчас мы именно все это будем с вами видеть. И спокойствие, и темп, и красоту, и атлетичность. Это все на все. Это способно по-разному каждая из участниц этой шестерки. Я сама с интересом и нетерпением жду, когда будет дан гонг о начале соревнований. И тем более это последний вид. Вот Борис Васильевич Билкин. Он и почти не говорит, что они там нашептывают друг другу. Но видно, отгадывают, что надо сказать в тот или иной момент именно его цвета. Как потрясенный, ничего не видит, что здесь и зрители есть, и конкурентки есть. Такое ощущение, что она ничего не хочет. Говорит, о, нет, тут, о, о, это что-то такое паясничает, мартышничает. Больное упражнение. Больное упражнение. Больное упражнение. Ну вот, за Натальей Зиганшиной мы с вами и будем наблюдать. Больное упражнение. Девочки из Санкт-Петербурга. Хорошо. Хорошо. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 это последняя линия музыкальную точку я сейчас выставляют оценку я вижу на старте Светлана Хоркина 9,225 оценка Анни Павловой так, ну давайте Субтитры подогнал «Симон» 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 Не заканчивает, она никого не спросит, сама все решит, сама все сделает, сама распорядится своей и спортивной судьбой, и любой другой. На первом месте Сутана Хоркина, на втором месте Анна Павлова. Теперь будем ждать только третьего места. Ну, я думаю, Зиганшина тоже удержится на третьем. Сейчас выходит на старт Александра Шевченко, занимающая пока... А, кстати, она с Зиганшиной делит одинаковый у них результат после трех видов. Двадцать семь, сто семьдесят пять. Так что надо посмотреть. У нас Зиганшина получила на вольных, если я не ошибаюсь, девять, двадцать, двадцать. Не очень помню, посмотрим. Ну что, ах ты, только хотел похвалить девочку, взялась за трудное исполнение, согнувшись сальто, двойной сальто назад с пируэтом, но коснулась руками. Ну, все, полбала она сразу отдала. Ну, девочка так вот крупненькая, крепенькая, физически, конечно. Вот они где-то с Зиганшиной переплетаются. Чуть-чуть одна, может быть, повыше, другая так, покоренастенье. Ну, даже трудно, здесь слово не годится к ней. Хорошая девчонка, хорошая гимнастка. И в руках хорошего тренера. Вот мне сейчас очень жалко, что я не знаю оценку Зиганшиной. На вольных не помню просто, может быть, я и говорила, ее не запомнила. Ну, а, собственно, даже не обязательно вспоминать, уже наверняка Зиганшина выиграла, потому что эта девочка в первой линии ошибка, грубую ошибку допустила. Так что в женской части никаких неожиданностей, таких резких, не получилось. Вроде как вот выстрелились они почти с самого начала Хоркина, Павлова Зигановича, но так они и завершают. Естественно, обязана была здесь смешаться в борьбу за Молодчикова, но, еще раз повторяю, у нее буквально свежие травмы. По ноге, поэтому, безусловно, она в полную силу. Даже вопрос стоял о том, будет ли она выступать или не будет. Но она выступала. Они посчитали с тренером, что надо выступать. Плюс надо было помочь команде Москвы. Так что, я думаю, это не мешает лишний раз порепетировать на помосте. Спасибо. Спасибо. Вот и заканчивается чемпионат России в многоборье. Но я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что завтра в 11 часов утра в этом же Олимпийском дворце спорта мы снова будем комментировать или показывать по нашему любимому каналу НТВ+. Гимнастику. И самый интересный день, самый интересный день, хочу сказать, потому что это будет разыгрываться кубок в отдельных видах многоборья. То есть, самый лучший исполнитель на том или другом снаряде, но называться он будет не чемпионом, например, на брусьях, а обладателем кубка в упражнениях на брусьях. Разыгрывается кубок России и в мужской, и в женской части. Все это будет начинаться в 11, и с 11 до часа за 3 часа пройдет этот финал. Так что спланируйте, пожалуйста, свое время и подойдите к экрану. Вот или она ношена. Претензии на такие какие-то минорные страдания. Ну, в общем, она пытается выразить вместе со своим хореографом какие-то движения. Молодец. Ну, а не до ворот. Молодец, я говорю, вылетает так здорово. Просто еще не доработан или волнуется. Конечно, она спокойно, без ошибки может выполнять эту акробатику. Хорошая девочка, и очень хочется поздравить республику Чувашскую и город Чебокзары. Так что там не только мальчики хорошие, но и блестящие девочки. И поблагодарить тренера Фомкину Татьяну и Платону Светлану за прекрасную ученицу. Так что по женской части я вижу больше потенциальности побороться за хорошие места на самых высоких стартах мировых. Несмотря на то, что тоже сегодня не все гладко было, но все-таки Хоркина показала, что она жива и сильна, что Зиганшина восстанавливается, что Зимолочникова у нас есть, что Павлова прекрасная. Так что вот уже достаточно на чем строить свои золотые мечты. Хорошая, хорошая девочка, то есть Елена Аношина. Вот уже команда из шести человек, просто я ее вижу, я думаю, не только я ее вижу, видит ее и Аркаев, и тренерский состав. Только бы, как говорится, удержать и хорошо их подвести к следующему старту. Так, и у нас еще осталось за Аношиной Леной все, Аношину закончили соревнования. Да, ну вот нам показывают Людмилу Ежову, все-таки она заслуженный мастер спорта, конечно, достойна на телевизионную кадра. Рандат, фляг, и вот это ее аскольдовая могила, вообще прыжок и вольные упражнения, это не ее снаряды, и, к счастью, вы не видели вольные упражнения, она там упала, по-моему, раза три. И вот сейчас тоже, нях, здорово выполнила прыжок. Очень он короткий по фазе полета, прям, я бы сказала, так облизала снаряд. Вот мы сейчас видим главного тренера соревнования Виктора Мельникова. Рядом главные секретари, это Олег Грачев и Леонид Петров. Люди уже с огромным опытом, которые, конечно, очень помогают успешно проводить соревнования, им высказать благодарность за это надо обязательно. Вот уже мы видим цветы, это уже подготовка к награждению. Сейчас буквально через несколько минут будет поставлен пьедестал, и на нем займут места победительницы этих соревнований. Ну, мы уже с вами знаем, так как мы наблюдали за ходом выступления, и, значит, золотую медаль и звание абсолютной чемпионки России 2003 года, получая Светлана Хоркина, на серебряном месте или серебряную медаль Анна Павлова, а третью немножко подожду. Но мне думается, это будет Деганшина, потому что я не очень помню ее оценку. Ну, на этом мы с вами заканчиваем репортаж из Творца спорта Олимпийский. Помогали вам разбираться со спортивной гимнастикой заслуженностью спорта Лидия Иванова и Косинов Денис.